МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И современной жизни епархии. Присоединяйтесь. Председатель комиссии по канонизации святых Гомельской епархии фрутоирей Александр Анатольевич Лопушанский. Родился 17 декабря 1982 года в городе Гомеле. С 1999 года начал посещать православный храм, выполняя различные послушания в качестве панамаря и чтеца. В 2003 году после прохождения срочной военной службы поступил в Минскую духовную семинарию. 18 июля 2005 года Высокопреосвященнейшим Аристархом, архиепископом Гомельским и Жлобинским, был рукоположен в Сан Диакона. 9 августа 2005 года Преосвященнейшим Стефаном, епископом Туровским и Мозорским, рукоположен в Сан Иерея и назначен служащим священником в Свято-Михайловский Кафедральный собор города Мозоря. В 2010 году возведен в Сан Проте-Иерея. В 2012 году окончил полный курс Киевской духовной академии. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата богословия на тему положения православной церкви на территории Мозорского полесия в 20-30 годы XX века. В настоящее время является председателем комиссии по канонизации святых Гомельской епархии и настоятелем строящегося в городе Гомеля храма в честь священномученика Алексия, пресвитера Лельческого. На вопросы, которые касаются истории и современной жизни Гомельской епархии, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 802-32-77-68-45. Здравствуйте, отец Александр. Я рада видеть вас у нас в гостях. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие телезрители. Отец Александр, расскажите, пожалуйста, почему еще совсем молодым человеком вы приняли такое решение посвятить свою жизнь служению Богу? Как это произошло? Ну, знаете, наверное, мне бы хотелось на этот вопрос ответить словами нашего Господа Иисуса Христа. Когда он обращался к своим ученикам, он им говорил, что «Не думайте, что вы меня избрали, не я вас избрал». «Не вы меня избрали, но я вас избрал». То есть каждого, наверное, священника призывает на это служение сам Господь. И сам он избирает в себе своих рабов, своих служителей. Ну, в церковь я пришел в 90-е годы. Это время особое, время духовного подъема, когда, в принципе, мы знаем, вся общественность просыпалась от такой духовной спячки. И на этом подъеме, вот и состоялось мое воцерковление, мне Господь в моем жизненном пути послал несколько замечательных людей, которые сыграли, можно сказать, ключевую роль в выборе, вот если можно так говорить, этой моей будущей профессии. И, собственно говоря, в моем духовном возрастании, в оцерковлении. 90 лет и 25 лет. Расскажите, пожалуйста, почему мы будем отмечать вот на следующей неделе, в общем-то, двойной юбилей? Гомельская епархия, если сравнивать, наверное, с другими епархиями, эта епархия достаточно молодая. 90 лет для епархии – это не так уж и много. Соседней Туровской епархии уже более тысячи лет. Мы знаем, Полоцкая епархия, которая тоже более тысячи лет. Поэтому 90 лет – достаточно такой вот небольшой еще срок для епархии. Ну, наверное, вот, если говорить о значимости города Гомеля в церковной жизни, православной жизни, ключевым моментом все-таки является одно еще более древнее время, 1907 год, когда впервые в город Гомель был назначен самостоятельный епископ, это владыка Митрофан Краснопольский. Потом были различные перипетии церковной жизни, и уже позже, в 1625 году, Гомельская епархия стала самостоятельной административной единицей. Если до этого периода она подчинялась городу Могилеву, и это было викариатство, это, по сути, не была епархия, то в 1625 году она становится уже самостоятельной епархией, которую возглавляет замечательный подвижник, благочестия, епископ Тихон Шарапов, который в 1937 году позже был расстрелян, но, правда, уже был расстрелян в другом городе. После владыки Тихона, который в городе Гомеле пробыл совсем немного, всего полтора месяца, хотя титул этот носил он на протяжении 9 лет, жизнь церковная, епархиальная, собственно говоря, была практически уничтожена, и епархия, как таковой, не существовала. Поэтому тогда она только родилась 90 лет тому назад, а настоящая епархиальная церковная жизнь началась всего лишь 25 лет тому назад, когда на общем подъеме, во церковление, начинали возвращаться храмы верующим, и сюда в 1990 году был назначен новый епископ, епископ Аристарх Станкевич, который почил о Господе в 2012 году. Поэтому вот таких два юбилейных события мы празднуем. С одной стороны, ее зарождение, с другой стороны, ее возрождение, когда жизнь, вот и сегодня, епархиальная продолжается и развивается. Основные мероприятия, приуроченные к юбилею епархии, начнутся 11 августа в Свято-Петропавловском соборе. Этот храм был построен задолго до возникновения гомельской епархии, однако в прошлом веке во многом повторил ее судьбу. И об этом сюжет, подготовленный нашими корреспондентами. Внимание на экран. Масштабность и красоту Гомельского Свято-Петропавловского собора можно оценить, наверное, только пролетая над ним хотя бы на небольшой высоте. Правда, граф Николай Петрович Румянцев в начале 19 века такой возможности не имел, хотя и был намерен построить в городе храм, который был бы нужен не только его современникам. 28 марта 1808 года он обратился к архиепископу Могилевскому с просьбой разрешить возвести в Гомеле каменную церковь в честь апостолов Петра и Павла. Вместе с письмом был послан план предполагаемого храма, составленный архитектором с мировым именем Джоном Кларком. Просьба была удовлетворена. Строилась церковь в течение десяти лет. Еще около пяти понадобилось для украшения храма дорогостоящей церковной утварью, привезенной графом из Петербурга. 9 мая 1824 года Петропавловскую церковь освятили. К сожалению, следующий век оказался для собора очень непростым. В 1925 году святейший патриарх Тихон учредил гомельскую епархию и направил сюда из Гродненской области архимандрита Тихона Шарапова. Правда, находящиеся тогда у власти большевики от такого решения были не в восторге. И вначале несколько раз арестовывали священника, а потом и вовсе расстреляли. В 1929-м Петропавловский собор закрыли. Почти через 30 лет эту практику, кстати, повторили. И опять практически с тем же объяснением. Как они еще объясняли, почему закрыли, вот было обидно, что никто не ходит в церковь. Пустует здание, ни одного молящегося нет. Поэтому закрыли. Но это же ложь была, вот это было обидно морально, понимаете. В 1932 году здесь разместили экспозицию местного музея. Потом антирелигиозный отдел. В 1962-м в Петропавловском соборе открыли планетарий, который, кстати, пользовался популярностью у молодежи того времени. Об истинном предназначении храма многие задумались только через годы. Когда было мне лет 10, мы ходили сюда, планетарий. Всем нравилось. Однако в 1985-м власти закрыли и планетарий. Несколько лет здание собора элементарно разрушалось. Верующие пробовали вернуть его в лоно церкви, собирали тысячи подписи. Однако достичь свои цели смогли только через несколько лет. И только обратившись к руководству тогда еще Советского Союза. Собирали подписи в население среди православных верующих. Поехали в Минск, там тоже отказали. Поехали в Москву, отдали эти подписи, там тысячи подписей были. Свято-Петропавловский кафедральный собор восстанавливали без преувеличения всем миром. Как тогда говорили, это была всенародная стройка. Необходимые средства собирали на предприятиях и рынках, радуясь каждому рублю. Не стоит забывать, это было начало девяностых, не самые лучшие годы в плане благосостояния людей. Кроме того, многие приходили, чтобы безвозмездно помочь строителям. Бабушки, переносящие многокилограммовые металлические листы, для того, чтобы восстановить храм, из дому приносили буквально последнее. Те же куриные яйца, например, именно с их помощью когда-то возводили стены, теперь по той же технологии их восстанавливали. Это не только архивные съемки, но и свидетельство того, насколько сильной была в народе православная вера. По мере сил прославить Господа, все в храмы стараемся, чтобы в храмах было все лучшее, что может человек сотворить для Бога своим искусством, своими умениями, поэтому просто выражение нашей любви к Богу. Сегодня гомельский Свято-Петропавловский Кафедральный Собор без преувеличения главный храм гомельской епархии и не только по названию. Его священнослужители несут веру как в стенах храма, так и за ее пределами в тех же школах и вузах. И это взаимное обогащение. Не только прийти здесь службу отправить, а еще пригласят в институт. Надо прийти в институт и прочитать лекцию перед студентами, постараться зацепить сердце человека, но и при этом прочитать лекцию так, чтобы не упасть на себя необходимость работать над собой, постоянно развиваться. То есть читать тут же духовную литературу святых отцов. Не то, чтобы закончил образование, закончил семинарию или как светский институт, и на этом свое обучение закончил. 11 августа в Гомельском Свято-Петропавловском Кафедральном Соборе пройдет литургия, посвященная 90-летию гомельской епархии. В храме наверняка соберется столько людей, что, как говорится, яблоку негде будет упасть. Это будет настоящий праздник, который хотелось бы повторять вновь и вновь. Правда, для этого придется многое сделать. Для того, чтобы все люди вновь пришли к вере, необходимо время и все еще немалое усилие. У нас нельзя сказать, что вообще не ходят в храм, но, конечно, учитывая количество населения в городе, то количество молящихся во всех вместе взятых церквях это мизер от того, что вообще должно быть в нормальной христианской православной стране. Вы смотрите «Диалог». Сегодня у вас в гостях протоиерей Александр Лопушанский. Отец Александр, расскажите, пожалуйста, как в эти времена мощной атеистической пропаганды? Люди сохраняли веру. Кто им в этом помогал? Ну, вообще, если, наверное, брать в целом историю 20-го столетия, история как и государственная, так и церковная, она была очень разношерстная. И говорить о том, что на протяжении всего Советского Союза верующим жилось очень тяжело, конечно, это тоже нелепо. Были периоды, особенно в первой половине 20-го столетия, когда церковь реально преследовалась. Ну, пример, тот факт, что к осени 1339 года на территории Восточной Белоруссии, туда же входит и Гомельщина, был закрыт последний храм, находящийся на территории города Бобруйск, это Свято-Софийская церковь. Далее, вторым таким страшным витком для церковной жизни, это были 60-е годы, когда к власти пришел Никита Сергеевич Хрущев, он воздвиг, можно сказать, новую волну гонений на церковь. Ну, а в периоды между этими событиями церковь жила трудно, но относительно спокойно. Поэтому вера, она в принципе у людей сохранялась. Я, как священник, интересующийся иногда церковной историей и иногда пытающийся залазить в определенные архивы, находил очень интересный документ, когда атеистическая власть, точнее, те люди, которые представляли из себя атеистов и ставили своей целью искоренить веру в Бога, они иногда сетовали о том, что у них почему-то не очень-то сильно получается. Допустим, я находил письмо начала 20-х годов, когда в один из годов приехала проверка в школы, но в то же время дали они какие-то взыскания для школы, предписания, и вот год спустя эта проверка приезжает вновь в школу и обнаруживает, что, собственно говоря, ничего изменено не было. Люди, которые исповедовали веру в Бога, те семьи, из которых дети приходили в эту школу, они продолжали ходить в храмы, и ничего, собственно говоря, не менялось, и даже у некоторых учителей в их квартирах находили иконы, и на это опять же власть сетовала. То есть это говорит о том, что вера сохранялась у людей. Но есть еще один исторический факт, что в конце 1930-х годов проходила всесоюзная перепись населения, где также спрашивалось о вере человека, о его религиозной принадлежности. И, конечно, к шоку тогдашних властей было получено такое известие, что огромнейшее число жителей Советского Союза были людьми верующими. И это, конечно, повергало в недоумение власти и, соответственно, проходили определенные чистки в соответствующих органах, которые отвечали за атеистическое воспитание. Поэтому, можно говорить, что вера на протяжении всего 20-го столетия сохранялась. Да, старались ее искоренять, да, говорили плохо о Боге в школах, да, проповедовали атеизм, но в то же самое время очень многие люди в этот атеизм, собственно говоря, и не поверили. Иногда к церкви применяли, не то, что иногда, достаточно часто применяли административные меры. В 60-е годы, например, запрещали реставрировать храмы, запрещали делать ремонты в храмах и по истечении времени, когда храм приходил в негодное состояние, его просто закрывали из-за того, что он мог причинить какой-то ущерб приходящим туда людям. То есть, ну, были периоды, когда, собственно говоря, все снова возвращалось на округи своя. Спасибо, отец Александр. У нас есть вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Да, да. Мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос в эфире. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. Александр, такой вопрос. Вот там, возле Никольской церкви, 32-я школа, там ее ремонтируют сейчас, сказали, что туда перейдет епархия. Так, а что останется в этом здании? Вы видите, какой случай был? Отец Стефан подошел и спас душу одной девушки на мосту на нашем, когда она хотела прыгнуть. А сейчас церковь уйдет от людей туда и как-то вроде рядом с водой, с отдыхающими, все как-то на сердце легче, когда церковь рядом, епархия рядом. А что будет сейчас в этом здании, когда вы уйдете? Спасибо. Вы имеете в виду здание, находящееся по адресу Баумана, 16. Это нынешнее епархиальное управление. Оно остается за церковью, за гомельской епархией. Это здание будет носить функцию духовного центра при Петропавловском соборе. Там будет размещена, во-первых, воскресная школа для детей и для взрослых. Также там будет размещена наша епархиальная библиотека. То есть это здание остается за епархией и никому оно не будет переходить, кроме гомельской епархии. Спасибо. Давайте продолжим. Перейдем к 25-летнему новому периоду истории гомельской епархии. В 90-м году начинается возрождение гомельской епархии. Времена тоже были непростые, как вы говорили, средств, особых не было ни у кого, но тем не менее церкви восстанавливались. Кто помогал в этом деле их реконструкции и строительства? Наверное, в первую очередь многие храмы в те времена возводили за счет самих же верующих людей. Я уже говорил о том духовном подъеме, который наблюдался в 90-е годы. Очень многие люди пришли тогда в храмы. Очень многие люди скорбели о том, что многие храмы закрыты, как мы видели в сюжете про Петропавловский собор. Люди бороли за то, чтобы ныне когда-то существовавшие храмы вернуть снова к их основному предназначению, к тому, чтобы эти храмы выполняли свою молитвенную функцию. Ну и также в 90-е годы началось огромное строительство многих храмов в целом по бывшему Советскому Союзу, по странам СНГ. И в основном все эти храмы строились за счет самих верующих людей. Люди собирали пожертвования. К тому же, как говорил один значимый человек церковный, говорит, вот посмотрите, ведь во многих деревнях есть замечательные выходцы из деревень. То есть человек родился в этой деревне, он воспитывался в ней, и потом он стал достаточно большим и серьезным человеком. И впоследствии этот большой и серьезный человек решил помочь как-то своей деревне в том, допустим, хотя бы, чтобы построить в ней храм. И такие храмы тоже возводились. Очень многие люди живо участвовали в возведении этих храмов. Ну, еще раз, если говорить, то все-таки в основном это были средства верующих людей, средства прихожан. И сколько сегодня приходов в пределы Гомельской епархии? Сегодня в пределы Гомельской епархии существует 156 приходов. Также существует помимо этих приходов четыре монастыря. И в общей сложности данные приходы и монастыри обслуживают порядка 204 наших православных священнослужителей. То есть епархия, ну, если говорить по меркам сегодняшней церковной жизни, достаточно немаленькая. Епархия большая. Если брать ее территориально, то она сегодня охватывает половину Гомельской области. И при этом количество православных храмов на Гомельщине растет. Каждый год у нас практически где-то открываются новые церкви и открытие нового храма, я знаю, что одного ждете и вы. Поделитесь, пожалуйста, планами на ближайшее время. Да, храмы, слава Богу, строятся. Ну, конечно, я уже не сказал бы, что уже с такими большими темпами, как в 90-е годы. Да, уже сегодня их достаточно много, но есть те районы, где они еще на сегодняшний день востребованы. В первую очередь, прихода создаются по инициативе самих же жителей того или иного района. Люди изъявляют инициативу, собирается так называемая двадцатка, собирается подпись в поддержку строительства храма и начинается после всех необходимых процедур начинается строительство храма. Слава Богу, храмы строятся. Ну, и Господь меня сподобил, должен быть одним из строителей, из строителей, ну, не из на сегодняшний, а, наверное, в будущем буду строителем нового храма в городе Гомеле, который будет строиться неподалеку от нашей психиатрической больницы. Храм там востребован, люди хотят в нем молиться, и к тому же уже есть прецедент на протяжении 11 лет. Богослужение совершается в маленьком храме, находящемся на территории психбольницы, и уже пришла необходимость к тому, чтобы можно было построить что-то большее, чем то помещение, которое мы имеем на сегодняшний день. Ну, как Господь подобен, как мы говорим, всему свое время, поэтому нам еще остается немножечко ждать, пока мы завершим сбор всей необходимой документации для этого богоугодного дела. Спасибо большое. У нас дожидается наш телезритель возможности задать вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Гомель Владимир, у меня вопрос к отцу Александру. Два года назад у нас с супругой было 35 лет совместной жизни. Мы хотели обвинчаться, но как жена меня католической веры, нам было отказано, правомерно ли это? На самом деле церковные каноны они не запрещают заключать брак между православными и католиками, то есть лицами, которые исповедуют ту или иную христианскую конфессию, веру. Но при условии того, что вы будете обещать Богу в том, что вы своих деток будете воспитывать в лоне православной церкви. Только на этом условии церковь допускает венчание людей, различных конфессий. Поэтому, если вы согласны воспитывать детей в православии, то в принципе венчаться можно. Отец Александрович, там, наверное, уже к 35-летию брака дети выросли, и уже, наверное, внуков нужно воспитывать. В целом, в принципе, не запрещено. А священник может не брать на себя это? Решать самолично. Каждый случай, наверное, рассматривается индивидуально. Но оснований к тому, чтобы запретить венчаться людям в такой ситуации, в принципе, я этих оснований не вижу. Спасибо большое. Я думаю, что дали вы надежду нашим телезрителям на то, что их венчание все-таки состоится. Буквально на несколько минут мы прервемся. Оставайтесь с нами. 777-6845 номер телефона прямого эфира. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Мы вас слушаем. Я вас попрошу, чтобы по телевизору показывали больше каких-то программ, которые связаны с церковью православной. Чтобы батюшка побольше выступал, чтобы мы послушали. А то вот сижу, инвалид первой группы. Большая программа, а посмотреть что-то духовное нету, нету. Будьте любезны, пропустите вот в программу на второй, допустим, канал, и какой вам получится, чтобы мы могли смотреть православную исповедь. Вот какое-то научение какие-то батюшки. Или какую-то службу, если праздник отключить, послушать. Будьте любезны, вот этой программы нам не хватает. Спасибо большое. Очень приятно слышать такой отзыв, такое мнение. Отец Александр, я знаю, что гомельская епархия достаточно большое уделяет внимание просветительской деятельности и старается говорить, говорить с людьми и выходить в том числе и на телевидение, и на радио. есть ли какие-то планы по расширению этой деятельности на ближайшее время? Ну, планов, конечно, много, всегда много, но иногда мы с этими планами, к сожалению, не справляемся, поэтому уже по мере своей возможности стараемся, конечно, реализовывать многие наши проекты. Сегодня, да, церковь, слава Богу, представлена практически во всех сферах общественной жизни, но, конечно, надо всегда в своем сознании разграничивать, потому что церковь не пытается подменить какие-то основнополагающие понятия, церковь старается заниматься тем, чем ей положено, и не лезть в те сферы, которые, может быть, ей не присущи. Ну, таких примеров много. Поэтому, слава Богу, стараемся трудиться, есть планы, ну, будем стараться их, конечно, реализовывать. Спасибо, отец Александр. продолжение этой темы, просвещения, предлагаю посмотреть опрос, который сделали корреспонденты на улице города Гомеля. Тема была следующей. Нужен ли в школе предмет православная культура и традиции? Я считаю, что обязательно надо водить. Пускай дети понимают, для чего живут. Сейчас у нас такая молодежь, что должна хотя бы основываться на этих принципах православия. Нет, я думаю, не надо. Кто захочет, тот сам. А так, не знаю. Я считаю, что мы учились, не было. Вроде как-то так и нормально. Сами выбор сделают. Думаю, не стоит. Это каждого свой выбор. Хорошего это, наверное, не приведет ничего не такому. Я даже и не знаю. Я, честно сказать, не могу ответить на этот вопрос. Думаю, да, это будет полезно в некоторых случаях. Наверное, да, это ж наша вера. Наверное, все-таки. Не знаю, по-моему, так нужно, я сам верующий. Я не знаю, вроде бы как не стоит. Ну, вообще, в школе хватает истории, там тоже изучается культура, православие, все это изучается, и вроде как не нужен этот предмет. Ну, лишним там будет считаться. Я думаю, у людей должен быть выбор. Кто-то хочет верить, как говорится, в Бога, ходить в церковь, а кто-то не хочет. Поэтому можно сделать так, в одних школах ввести, а в других не вводить. Ну, я думаю, что хуже не будет от этого. Внучка ходила в костел, как-то, не помню, называлась. Вот. И, по-моему, она хуже от этого не стала. Я считаю, что можно было хотя бы на один год этот предмет вести, чтобы человек понимал, что это вообще такое. Много, мне кажется, в детях озлобленности нынче. Они просто, а церковь, может, даст хоть какую-то, Ну, и вводить тоже надо так, чтобы это было по собственному желанию, а не по принуждению. Потому что к вере через принуждение, по-моему, не придешь никогда. Должны знать дети. Может быть, не все, не глубоко, так, вглубь не вдаваться. Но хотя бы, ну, основы, да, поверхностно. Это возможно. А если дети католики? Ну, католики, значит, нужно их отделить. Помните, как в давние времена, еще до революции, если в классе были иудейские вероисповедания, католики, то они отдельно, они, христианские основы, они, может быть, и знали, может быть, католики вместе, но потом их отделяли все-таки. Родители просили, и сами дети. Это было так. Отец Александр, мы обязательно обсудим с вами увиденное и услышанное, но сначала давайте выслушаем нашего телезрителя, который дозвонился со своим вопросом. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Добрый день, отец Александр. Добрый день. Злобина вам звонит. Анатолий меня зовут. Мне интересует вопрос, какие положительные примеры сближения светской культуры и религиозной культуры. Как вы относитесь к тому, чтобы эти мероприятия и вот это сближение более было крепким? А как вы к этому относитесь? Я, к сожалению, уже на линии звоночка. Сближение светской культуры и церковной культуры. Ну, что понимать под светской культурой? Сегодня она очень разношерстная. Как говорил наш замечательный святой, святитель Ян Златоуст, говоря о каких-то науках, о каких-то сближениях, он говорил, будьте как пчелы. Летайте везде, но собирайте полезное. Вот, наверное, церковь сегодня живет по этому принципу. Да, мы присутствуем много где, но, опять же, мы стараемся в некоторых вещах, в том числе в сферах культурной жизни, видеть что-то полезное и, возможно, это полезное даже где-то перенимать и в этом происходит наше сближение. С другой стороны, мы предлагаем со своей стороны то богатейшее духовное наследие, которое нам осталось от святых отцов за двухтысячелетний опыт христианской жизни, мы тоже стараемся преподносить. И, наверное, вот на этих полюсах где-то мы исходимся, на каком-то из этих полюсов. Мы в этом отношении стараемся где-то сближаться и, конечно, мы стараемся говорить людям на понятном для них языке. То есть мы стараемся если мы, как апостол Павел говорил, для всех был всем. То есть для одних людей, которые понимают язык, для молодежи, которые понимают свой определенный язык, мы говорим на языке молодежи. Для более старшего поколения мы говорим на их языке и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки не было такой отчужденности между духовной жизнью, между церковью и светским обществом. Хотелось бы, чтобы все-таки мы где-то друг с другом соприкасались и старались где-то друг друга обогащать. Но в первую очередь я говорю об обогащении тем богатейшим духовным опытом, который есть в православной церкви. Спасибо, отец Александр. И сразу очередной телефонный звонок поступает. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос, мы вас слышим. Добрый день. Это вас из Мозы беспокоит. Очень приятно. Это... Меня зовут Еназий, вы когда-то у нас работали, значит, знаете, хорошо нас в город может. Да. У меня вопрос такой, отец Александр. Очень много, очень много появилось тех, которые вот странники иеговы, и же и подобные. Что делается православной церковью, чтобы хотя бы люди православные, или так просто люди, в эти секции не шли, расслабляя голову, не летели. Что делается именно православной церковью? Спасибо большое за ваш звонок. Вопрос действительно актуальный. Да, что нами делается. Ну, во-первых, всегда нужно разграничивать два таких понятия, как говорил один благослов, что церковь не борется с сектантами, церковь борется с сектантством. Это две разные вещи. То есть к любому человеку мы должны относиться с уважением. То есть мы встретили какого-то, как мы говорим, сектанта, мы должны, конечно, отнестись к нему с любовью, с кротостью и ни в коем случае не нужно проявлять к нему какую-то свою агрессию. Это касательно нашего частного поведения. Касательно того, что в целом делает церковь в борьбе с сектантством, во-первых, служение церкви это в первую очередь служение слова. Поэтому каких-то физических действий или административных действий мы, конечно, не можем проявлять. Наше действие это действие слова. Поэтому при возможности мы стараемся где-то людям объяснять, растолковывать. Нас иногда приглашают в школы, в частности, именно с этой темой, с темой сектанства, с темой такой вот альтернативной духовной жизни якобы. И мы стараемся, конечно, объяснять всю неправоту тех или иных позиций. Это то, что мы можем делать на сегодняшний день. Касательно какого-то административного ресурса. Мы знаем, что есть культы, которые так называются деструктивными. Эти культы они во многих странах запрещены и в том числе запрещены в Беларуси. Поэтому если какая-то организация перегибает в том или ином палку, то, конечно, государство принимает соответствующие меры. Насколько знаю, по Мозорщине несколько таких организаций было запрещено в своем служении. И если они совершают свое служение несмотря на государственный запрет, несмотря на то, что они были сняты с регистрации, то эти люди, эти организации уходят в подполье и, конечно, не совершают правонарушения. Но уже задача бороться с этими правонарушителями уже самого государства. Но церковь все-таки, как я еще раз говорил, церковь старается в первую очередь проводить такую вот политику ликбеза, ликвидации безграмотности, чтобы люди туда не шли. И, конечно, есть такой принцип, принцип педагогики. Если ты хочешь человека от чего-то отучить плохого, пагубного, то, в первую очередь, не нужно рассказывать об этой пагубности. Нужно показать в первую очередь положительный пример. И, конечно, если мы хотим, чтобы люди не шли в эти организации псевдорелигиозные, то, в первую очередь, мы должны показывать пример своей жизнью, и церковь должна себя вести на более высоком уровне. Если в том или ином приходе, в том или ином населенном пункте процветает сектантство, православный храм где-то уже загибается, это, наверное, в первую очередь вина этого приходского священнослужителя, который, может быть, мало уделяет внимания работе со своими прихожанами. Поэтому мы стараемся. Отец Александр, спасибо большое за столь подробный ответ. Я хотела бы вернуться к теме нашего опроса. В обществе, в общем-то, главенствуют две точки зрения. Одни считают, что нужно детей приобщать к православию, а другие говорят, что должна быть у них возможность самим в будущем сделать для себя этот выбор. как Вы считаете, может ли этот предмет школьный выполнить какую-то действительно весомую, важную воспитательную функцию? Конечно, может, но обязательного характера он не должен носить. Об этом всегда, на этом всегда настаивала церковь, об этом всегда она говорила. Каждый должен выбирать. По большому счету, если этот предмет когда-либо будет введен, то он должен носить, на мой взгляд, больше форму такого факультатива, где человек может выбирать куда ему идти. То есть, если в школе, как говорила женщина во время этого вопроса, если есть иудеи, если есть католики, то у них должен быть такой же предмет, который будет говорить об их культуре, об их вере. То есть, должна быть какая-то альтернатива. Ну и, конечно, говорить о том, что ребенок вырастет, он сам выберет, это замечательно, но когда детки наши маленькие, мы никогда не должны забывать о том, что в первую очередь отвесы за них несем мы сами. И порой на родителях должен лежать какой-то выбор тоже. Спасибо большое. Отец Александр, расскажите, пожалуйста, о тех мероприятиях, которые состоятся 11 и 12 августа, приуроченных к юбилею Гомельской епархии. Да. 11 августа это день памяти преподобной манефы Гомельской, нашей белорусской гомельской святой. На этот день владык по благословению священно-началия были перенесены вот эти две замечательные даты, два замечательных юбилея. С одной стороны, 90-летие зарождения Гомельской епархии, ее возникновение, с другой стороны, 25-летие ее возрождения. В этот день по благословению нашего митрополита владыки Павла у нас будет совершена торжественная божественная литургия. Литургия это кульминация всего праздника, это самое главное событие в этот день, потому что для церкви это есть ее сердце. Для верующих людей важнее литургии ничего не бывает. Поэтому это самая важная часть этого празднования. На эту литургию было приглашено очень много архиереев нашей православной церкви. Гости будут из России, из Украины, и практически на торжествах будет присутствовать весь состав нашего синода Белорусской православной церкви. То есть это будет достаточно масштабное, грандиозное событие. По окончании божественной литургии состоится крестный ход, который уже по традиции в Гомельской епархии совершается всегда на большие праздники. Крестный ход будет совершен к памятнику святителя Кирилла Туровского, который находится рядом с Драматическим театром. Ну, вот, собственно говоря, это первый день празднования. На 12 число празднование продолжится на Жлобинщине, где будет заложен один из храмов этого города, строящийся храм. Вот такие события нас и ждут. Спасибо большое, отец Александр, что вы сегодня пришли к нам. Я поздравляю вас с наступающим праздником. Спасибо большое. Про Таирея Александр Лопушанский сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин